Татьяна Ивановна начала копать морковку, таскать. Сегодня у нас на календаре 14 сентября. Пришло время. И вот смотрим. Там, где была посеяна морковка с киселем, как сеют соседи. Морковка, да, говно мелкое вся. Приходилось подсеивать второй раз, а дальше уже пошла крупная. Ну, сортов много. Посмотрим, что будет дальше. Мы свою еще морковку не копаем. Сейчас выберу огурцы и приступим к копке. Да, я думаю, горой, наверное, даже ведро большое получится. Даже, наверное, побольше, чем в прошлый раз. Но очень теплые. Ну, такая длинненькая, хорошая морковочка. А они разделены, да, сорта-то были? Да, разделены. О, какая здоровая, ничего себе. Так что нормально. Мелкая пойдет вся в этот переработку. Сразу ее намыть. Потом будет время почистить и пропустить на комбайне. А крупная на хранение. Так что никакая морковка не пропадет. Все пойдет в дело. Вот сидит. Не выдернуть, да? Ага, хотя земля-то, а тут рыбки нырит. Ну, сухо. Дождей-то не было уже, наверное, месяц. Ладно, я пока выбираю огурчики. Ботва огуречная практически вся уже засохла. Иду, прошел ту сторону, иду в обратную сторону. Сразу две стороны проверяю. Думаю, что 20-литровое ведро горой свое мы наберем. Даже, наверное, побольше. Потому что, смотрите, огурчики-то еще висят. Вон сколько огурцов. Такое достаточно неплохое количество. Сегодня у нас суббота. После того, как морковку обработаем, уберем на хранение, обязательно грядочки свои польем. И думаю, что они нас еще порадуют своим урожаем. Смотрите. Вот что значит хороший, проверенный гибрид Адам голландской селекции. Огурчики все ровные. Даже уже в такую погоду, когда ночью холодно, днем жарко, ни одного огурчика с горечью нет. Так что берите себе на вооружение самый лучший гибрид. И никакие другие сорта сажать мы не собираемся. А за этими огурчиками уже приедут покупатели. В общем, на такие огурчики у нас очередь. Наверное, в следующем году надо сажать еще больше. Не знаю, хватит ли сил. Это будет видно в следующем сезоне. Как позволит здоровье. Потому что спина побаливает. Надеюсь, за зиму мы сможем подлечиться. И тогда все у нас будет просто замечательно. Срываю маленький огурчик. Посмотрите, кто ко мне пришел. На, Жужа. Ты мой сладкий. Ты мой хороший. Смотрите. Вот так мы любим огурцы. И побежала. Все. Только хвост простыл. Так забавно за ней наблюдать. В городе посидела. Вроде и огурцы есть. А свежие из грядки намного вкуснее. Так что, видите, этот гибрид, Адам, ест даже собачка. Шпиц померанской. Собираю последнюю сторону. Уже ведерко бугром. Но тут уже единичные экземпляры. Но все-таки они еще присутствуют. Думаю, что всю следующую неделю мы еще спокойно будем собирать урожай. Смотрите. С той стороны шел. И не все огурчики сразу видно. Прячутся за листвой. Так, смотрим, смотрим. Вот на этих плетях, которые валяются, тоже есть огурчики. Немного, но есть. Смотрите. Какие красавчики. Вообще здорово. Сейчас все закинем в ведерко. Целое ведро мы получили. Горой за два дня. Если, конечно, накрывать наши огурчики, то они бы еще бы урожаем нас порадовали. Подольше и более обильно. Последний улов с улицы. Вот такой вот шикарный урожай. Ведро, по-моему, 20 литров у нас. Мы его замеряли, когда взвешивали картофель. Строительное большое. Все, уйдем все перевешивать и звонить покупателям. Жужа, на, 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 моя хорошая, смотрите, на, моя сладкая. Ты, наверное, правда торгуешь огурцами-то у нас. Меняешь на мясо. Может быть, меняет на мясо? Вон, Евгения, помахайте ручкой. Малину ест. В общем, каждый занимается своим делом. Татьяна Ивановна морковку собирает. Сейчас все перевешу и пойду собирать свой урожай моркови. Смотрите, как аппетитно хрустит. Милота. Сладкие огурчики, да, Жужа? Молодец. А самое главное, что сразу отрабатывает свою пайку. Посмотрите. За калиткой стоит торговля, столик. И она здесь бдит нам покупателей, да? Как только покупатели на горизонте появляются, Жужа сразу бежит к выходу к калитке. Тем самым мы знаем, что кто-то подошел. И не надо сидеть целый день на торговле и терять время. Можно заниматься своими делами. Моя маленькая. Ты мой сладкий. Сладкий. Сладкий ребенок. Сладкий. Да, молодец. Молодец. Молодец, хорошая моя. Так, перешел на свой экспериментальный участок. Здесь уже начал таскать морковку. У меня здесь три сорта от селекцентра логутники. И один наш проверенный сорт Моа, который мы сажаем из года в год. Но без экспериментов тоже не обойтись. Вот выдергиваю первый сорт. У меня буквально от палочки до палочки. Название скажу чуть позже, либо в коротком видео. Надо посмотреть по записям. Как, Евгения, в этом году морковка? Мелочи практически нет. И брака практически нет. И брака тоже. Смотрите, какая хорошая морковь. Крупненькая. Небольшой островок для вас оставил. Сейчас, давайте я вам на камеру покажу. О, блин, все, осталось. Не выдернуть. Вот таких лосяндр. О, отличная морковочка. Сейчас перекину к Евгению. Вот вся ванная вытаскала свою морковь. Сейчас будет обрезать вершки. Немножечко укорачивать вот эти корешки. Потом приедет Елена. Они будут мыть. И, скорее всего, может быть, завтра, если успеют, сегодня просушивать ее. Это морковь Мо. Здесь набор. Ну, мелочи, конечно же, очень-очень много. Здесь у нас какая-то морковь. Девочка-припевочка. И детская. Детская такая вот коротенькая. Не длинная, а короткая. Ну да, если прореживать морковь, то урожай мог бы быть намного больше. Ну и этого урожая им будет достаточно. Теперь подготавливаем морковь. Обрезаем вершки и корешки. Длинные вот эти убираем. Они ни к чему. Обрезаем не коротко. Покажу вот так вот. Потом всю морковку намоем. И будем просушивать. Работа кипит. Осталось немножко здесь. Здесь и вот тут самый главный сорт, который мы убираем на хранение. Но эту морковку тоже будем хранить. Так что на зиму, ввиду рожая, мы не останемся. Так, получается, работаем конвейером. Я вычистил морковку, обрезал хвостики. Как говорится, вершки и корешки. Евгения уже в болейке моет морковь. Там уже пустая, да? Это у нас сорт МО. Посмотрите, какая красота. Не надо так целый-то. Верхушку-то сними, малеха. А потом высыпем. Отойди-ка. Подожди. Моем морковку. Потом закладываем ее в морганцовку. Давай, поперекидывай. А, еще стоит? Ну, тогда подожди. Тогда не торопись. Процесс. И уже выкладываем ее в ящик. Потом высыпаем ее на материал. Сушится. Что? Хочешь сразу еще высыпать? Сейчас ее поэто поломаешь. Конечно, не выращивал. Она так тебе все равно до урожая. И вот так вот, если ты меня не поломай. А я ее по одной буду. Это один сорт. Столько морковиц одного сорта. И пачечка дешевая. Белая. Ну, не знаю, до 10 рублей, не больше. Стоимость этой пачечки. И всегда хороший урожай. И всегда морковка хранится до свежей. Морковь МО. Так и называется. Запоминайте. Смотрите, какой урожай. Ну-ка, приложи к руке. Евгения, а твой размерчик? Нет. Нет? Он урожай. Морковь. Баловни. Все им хихоньки да хахоньки. Нет, ну что говорить. Урожай шикарный. Его так тщательно моем. Постоянно моем морковь. Ни во что ее не закладываем. пропускаем через марганцовочку и все хорошенечко на солнышке просушиваем и убираем вот в такие сетчатые ящики и все хранится просто замечательно подвал у нас неподогреваемый и зимой в доме никто не живет но все урожай собрали теперь осталось его просушить и убрать на хранение всю бракованную морковь будем складывать отдельно она потом пойдет на заготовки будем делать крошева всегда в крошева добавляем тертую морковь да и в твашеную капусту а лишняя которая будет бракованная раскладываем по пакетам и убираем в морозилку хотя у нас еще прошлогодняя морковь в морозилке лежит так что урожай нам за глаза вот сейчас выставил опять немножечко моркови на продажу вот там у нас столик табуреточка и стоит торговля стоять караулить не нужно кому надо подъехали покричали либо посигнали ли и все и мы вышли и морковочку продали да там и свекла у нас и картофель в общем весь ассортимент огурчики у нас забрали уже постоянные покупатели с ними заморачиваться нам не нужно это у нас морковь мо как я говорил обычный белый вот такой вот пакетик по моему вот всем за 7 рублей наверное стоимость пакетика 7 рублей и вот такой шикарный урожай мы с этого пакетика получили смотрите какая крупная морковь мелочи практически нет но если даже и есть мы ее пустим переработку далее что у нас по моркови здесь у нас морковь харизма вот вот этот рядок далее там вдалеке морковь кальман вот тот маленький кусочек почему той моркови мало потому что этот сорс практически весь мы реализовали больше 10 килограмм мы этой морковки продали и конечно же таскали ее на еду она самая первая у нас так если можно так сказать созрела до первая крупная морковь была именно вот такая кальман и третий сорт у нас здесь это у нас шантаны катрин большая пачечка 3 грамма сеяли мы буквально пол пачки еще по пачке осталось на следующий сезон тоже хороший урожай и также мелочи нет обязательно будем закладывать на хранение тоже все по сортам чтобы понять какая морковь у нас лучше хранится если мол мы знаем что хранится до свежей без проблем с этой будем смотреть и уже решать эту морковь выращивать на хранение либо на заготовки но выращивать эту морковь обязательно будем потому что урожай сами видите какой шикарный все ванна сама это поняла она ведь мне всегда жалко выдирать лишнюю но от большого бы не отказались елена села сейчас будет обрезать срезает хвостик и ботву вот уже потихонечку кошели наполняются то есть это не не весь урожай до или вы уже заканчиваете вам осталась ерунда мне кажется самый лучший морковь это вот этот его можно целиком запекать или на это который подсаживали и за уши будете обедаться одной морковкой все это морковка свекла картофель какие там еще продукты деревенский дайкон лук порей 2xl он какой высоченный а 3xl да немножко не дорос обманули да ничего мне уже пора там опять перчики собирать и красные и оранжевые наливаются он как хорошо на улице растут огурчики на улице полили в теплице полили осталось обработать и все будет хорошо так урожай высушили и теперь надо убирать в подвал набрал два ведра но выбирал прям так как скупуля скрупулезно хотел выпендрить называется вот где даже небольшая такая червоточинка вот немножечко буквально все это кидал в этот в переработку потому что мы будем делать крошу как я говорил ранее и капусту квашеную да так что это вся морковка у нас уйдет здесь у нас ящик получился хорошей моркови это морковь харизма вот так вот здесь у нас шантане катрин тоже такой большой ящик но мне кажется она у нас самая нет на втором месте после моркови мо здесь у нас морковки мало но только потому что это морковь у нас первое начало свое созревание поэтому мы ее пускали в реализацию и килограмм на 10 мы ее точно продали то есть так бы был бы такой же целый ящик и наш проверенный сорт из дешевой пачки семян за 7 рублей морковь мо вот такой урожай тоже морковь вся крупная хорошая всю бракованную перебрал и убрал по ведрам для переработки ну чистить ее будем только перед самой заготовкой вы чё девочки сестра насилует ты сейчас ломаешь ей спину а еще хотел вам показать вот свои цветы раз я уж тут нахожусь смотрите не поливаем уже наверно середины августа кто-то мне там говорил про могилы да про то что видно укрывной материал ничего не видно все цветет и чувствует себя прекрасно это у нас тайдл редвелюр конечно же в кашпо поливаем редко поэтому в кашпо уже питунья не такая яркая как на насыпных грядках все занесла я морковку ну вот нормально получается три кошеля и этой и мелочи вот видишь тоже чуть-чуть чуть-чуть где-то вот с брачком на небольшом это мелочь совсем все пойдет нормально урожай это учитывая что это урожай на 1 до часто и на два человека то есть на елену и на ее мать и на мать твою на двоих человек так что я считаю что урожай более чем приличный а елена довольно урожаем ладно да давайте пишите комментарии ставьте лайки да до новых встреч всем пока пока